История из реальной жизни История из реальной жизни связана с тематикой прошлого нашего сборища, а именно исключениями. Для тестирования, уж не помню чего, не скажу чего тестирования, понадобилась нам в офисе архитектура, на которой запрещен online access, то есть доступ к памяти, скажем, к слову, которое слово размещено в памяти не по адресу и кратному размеру этого слова. Значит, как выяснилось, когда-то в прошлом тысячелетии online access был довольно удобным инструментом повышения эффективности работы, в частности, в MIPSE online access, на полную катушку. Мы это демонстрировали. А впоследствии все на это немножко забили, потому что как только у тебя начинается оптимизация на микропрограммном уровне того кода, который есть, в общем, совершенно без разницы. Если у тебя это машинное слово начинается с адреса кратного четырем, с адреса кратного двума, с адреса кратного единицы, все равно там внутри, под капотом, совершенно другие законы действуют. Об этом мы поговорим на одной из последних лекций, о том, каковы перспективы увеличения быстродействия. А возможно, через одну лекцию поговорим, потому что хочется. Значит, я говорю, ну, конечно, в MIPSE online access, ну, потому что так устроено. Значит, товарищ мой проверяет, говорит, нет, все работает, я вот тут разместил слово на нечетном адресе, оно отлично прочиталось. Что ж такое? Я точно знаю, что... Я говорю, ну, наверное, там переключатель, в современных процессорах что-то сделали. Через день выясняется, что в силу того, что обработка исключительных ситуаций в MIPSE очень дешевая операция. Прям дешевая-дешевая. Ну, скажем так, не слишком дешевая. Понятное дело, что чтение из памяти работает достаточно быстро. Но если, допустим, ты читаешь из памяти не из того места, потратить на организацию нормального чтения из памяти немножко команд, которые будут работать только с регистрами, небольшая проблема. Так вот, поскольку обработка исключений, именно исключений, exceptions, они exceptions называются, да? В MIPSE дешевая ядро Linux, видя online access, ловит это исключение, читает нужное количество байтов из одного места, нужное количество байтов из другого места, формирует из них машинное слово и возвращает обратно. В MIPSE дешевая ядро, в котором есть онлайн-таксесс. В MIPSE дешевая ядро, в котором он есть, онлайн-таксесс. Можно изучать архитектуру EVM и ассемблеры в окружении хорошей годной операционной системы. Она, операционная система, тебе может много интересного сделать. Вот, например, то, что я сейчас сказал. Что на самом деле инструкция, которая работает с памятью не так, как полагается, на MIPSE в линуксовом ядре просто соответствующий exception ловится, обрабатывается, все получается хорошо. А ты этого не видишь, потому что ты-то будешь как пользователь работать. Ты же не можешь на Linux-машине немедленно, или не так, простым способом перейти в режим ядра и оттуда посмотреть. К сожалению, не можешь. Ну, вероятно, не на Linux-машине, но на любой машине, в которой есть большая, хорошая операционная система. Вот то ли дело Марса, в котором ничего нет. Операционной системой является код на джаву. Вот, значит, долги за прошлые лекции. Долг номер один. Помнится, мы обсуждали три разных типа исключительных ситуаций, ну, три с половиной. Это исключение, это когда что-то пошло не так у вас в программе, например, деление пошло на ноль или еще что-нибудь. Это прерывание, это когда выполнение основного кода нужно прервать по тому, что внешние устройства хотят, чтобы обработали результат их работы каким-то способом. И это так называемые трапы или ловушки. Что такое ловушка? Ловушка – это возможность со стороны пользователя немедленно выскочить в ядро операционной системы. Примерно так, как это делает системный вызов. Но в отличие от системного вызова, трапы вообще никак не специфицированы, что, собственно, происходит, когда его обрабатывают, да, он просто случился. И обработчик трапа, обработчик ловушки целиком ложится на плечи. Я пытаюсь вот так вот. Нормально видно или слишком мелко? Мелко, да? Ну, просто тут, видите, перенос случился в табличке. Неудобный. Вот. Ну, попробуем отсюда посмотреть. Здесь, я думаю, может быть, лучше будет. Одну секундочку. Так, это у нас... Вот здесь, я думаю, должны быть. Это где-то в конце. Имитация исключений. Вот они. Смотрим на эту табличку. Нет, тут тоже переносы. Ну, значит, давайте вернемся к нашей табличке, поскольку... Вот. Значит, идея состоит в следующем. Помните наш разговор о... Ну, их, собственно, две эти идеи. Идея номер один. Помните наш разговор о том, чем хороша трехадресная архитектура в плане условных операций. Например, условный переход. Она хороша тем, что условный переход в ней атомарный. То есть мы сравнили и по результатам перешли. Нет такого, что мы одной инструкции сравнили, а в другой инструкции перешли, а между ними могло что-нибудь произойти, например, исключение прерывания, что-нибудь такое. Такая же точно картина с имитацией исключений, с ловушками. Вы можете сказать, произвести сравнение, и если, допустим, два регистра равны, немедленно свалиться в трамп. То есть мы переходим по адресу обработчика прерывания, обработчика исключительных ситуаций, вот этому самому 8 0180. Вот. В нем приезжает тип... Какой у него тип? Никто не помнит. Я не помню. Ну, видим специфический тип исключения ловушка, да? Надо так понимать. Сейчас посмотрим. Вот. И обработчик знает следующее, что, во-первых, пользователь дернул ловушку, он знает, по какому адресу пользователь дернул ловушку, потому что этот адрес лежит вот здесь, вот в регистре ЕПЦ. Да? Error... Erroneous, не знаю, там, Exception, Exception, Program Counter. Вот. И... ... Ну, тут нет. А, Trap Exception, 13-е. Если у вас приезжает тип 13, это значит, что исключение было вызвано намеренно руками из... с помощью вот одной из этих инструкций. Еще раз. Атомарно сравни... Атомарно вычислить какое-то сравнение в регистрах и немедленно свалиться в обработчик прерывания, где дальше будет подметать за вами ядро. вот. Как видите, их тут прям много разных. Такие, сякие, R-типа, E-типа. Обращаю ваше внимание на... Ну, да, значит, зачем нужны инструкции типа трап? Инструкции типа трап нужны в первую очередь для ситуаций, для которых заранее не предусмотрена какая-то конкретная реакция операционной системы на что-то. То есть, вот системколы нужны, когда у вас операционная система предоставляет некоторую группу сервисов, а трапы нужны, когда вы сами это программируете. Например, отладочный останов. Вот что-то проверили и трапнулись. все плохо. При этом операционная система, ядро, которое будет обрабатывать этот трап, видит, что произошел аварийный останов и предпринимает соответствующие действия. Возможно, вываливается в отладчик. Такое тоже можно себе представить. Или, если вы хотите, например, признать какую-то ситуацию исключительную. Вот у нас есть, допустим, обработчик исключения по переполнению сложения. Кстати, те, кто делал домашнее задание, обнаружили, что деления на ноль в Марсе нет. Кто делал домашнее задание? Не делали еще? Доделывайте скорее. Вы обнаружили, что исключения по делению на ноль в Марсе нет. И, соответственно, инструкция, является псевдоинструкция, раскладывается во что-то такое слегка неприличное. Ну, вы все увидите. Доделывайте, конечно, домашнее задание. Ну, так вот, если вы хотите посмотреть какую-то исключительную ситуацию, которая в действительности не существует, то есть, ну, не знаю, у вас два регистра равны, и это все. И это такая же исключительная ситуация, как деление на ноль, переполнение, пускай ядерная часть обслуживает этот вариант. Вот. В этом случае вы тоже дергаете трап. Да. Есть еще один важный случай, который встанет рабочих арт, которые некоторые языки подавили, и они требуют проверять разные арт... Да, вот, пожалуйста, еще один. у вас есть исключительная ситуация выход за границей массива. Очевидно, что при некоторых подходах, да, ну, например, когда у вас то, что называется исполняющая система, относится к ядру, да, при этих подходах обработку ситуации выход за границей массива должно брать на себя ядро. Вот вам типичный трап. Есть другой вариант, когда у вас исполняющая система тоже выполняется в том же юзерспейсе, и фактически обработка выхода за границей массива это просто такой большой кусок кода, который проверяет сраную длину, траллива, или еще что-то делать. Но, повторяю, MIPS был разработан из соображений, что вход в режим ядра это довольно дешевая операция, вот, ее можно часто и продуктивно использовать, в частности, вот, для проверки таких вещей. Да, значит, да, про отладку я сказал, про отладку я сказал, что если вы хотите немедленно вывалиться в режим отладки или чем-нибудь... Сам отладчик как работает? Когда мы ставим точку установки, мы в это место вставляем инструкцию. Трам. Да, 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 ну вот правильно, то есть просто отладчик запоминает инструкцию. Много отладчиков. Да, да, да. Значит, Михаил говорит вот о чем, что типичная работа отладчика состоит в том, чтобы поставить вместо той инструкции, на которой стоит Брэппоинт Трэп, по этому Трэпу выйти, ну а инструкцию выполнить потом. Вот просто модификация кода. Кстати, об этом мы сегодня чуть-чуть поговорим, если успеем. Вот такие дела. На самом деле есть еще один интересный юзкейс, который, к сожалению, в Марсе не реализован. Он не реализован в ассемблере Марса, то есть, что обиднее всего, мы могли написать такой юзкейс самими пальцами, но в ассемблере Марса его нету. Юзкейс стоит в следующем. У нас инструкция, допустим, типа R, трав, содержит пустое место. Что-то тут какая-то фигня. Давайте-ка я посмотрю вот здесь. Да нет, здесь то же самое. Инструкция R содержит пустое место. Вы помните, что там есть поле для источника, поле для приемника, поле для второго источника, как он там называется, я забыл, вот, target, source, target, destination, и еще маленькое поле, которое используется, например, в инструкции арифметического сдвига для сдвига. Ну так вот, в случае трапа, ну, например, у нас два регистра, а не три. Короче говоря, есть довольно много места в инструкции, в которые можно, например, положить какую-нибудь дополнительную информацию на предмет того, а из-за чего произошел трап. Ну, какой-нибудь внутренний номер ошибки, чтобы, значит, ядро, глядя вот именно в это место, сразу понимало, как это обрабатывается. Вот. Собственно, я даже пытался этим воспользоваться, но у меня ничего не вышло, именно потому, что в ассемблере Mips такая функциональность просто в ассемблере, да, в трансляторе из содержательных обозначений в бинарные коды такая возможность не предусмотрена. Вот. Ну, я еще поборюсь. Такие дела. Понятно, да, для чего это может использоваться, чтобы трапов было много разных. 20. Обращаю ваше внимание на то, да, да, так можно реализовывать собственные инструкции. Так, можно реализовывать собственные инструкции. Трап такой-то, ух, шмяк, вышли в ядро, сделали, что хотели, вернулись. У меня так реализован собственный системный вызов. Нет, он реализован через обработку исключений инвалид системков. Вызываешь несуществующий системный вызов, он вываливается в ядро, ядро говорит так, там, не знаю, 50-й системный вызов, ну окей, сейчас мы его сделаем. Это я покажу, когда про прерывание поговорим. Значит, еще один долг за прошлый раз, это разговор о том, что умеет макроассемблер. Мы немножко поговорили про макросы, мы немножко проговорили по инклюда, вот, мы проговорили вскользь про то, что внутри макросов можно использовать метки, они будут автоматически эти метки нумероваться, и даже показывал это, по-моему. О чем мы не поговорили? А, мы не поговорили, у нас не было разговора, чего нет в Марсе, вернее, был, но очень-очень наскоро. И мы не поговорили о такой штуке, которая называется многофайловая сборка. Значит, сначала про многофайловую сборку. Смотрите, предположим, вы хотите написать достаточно большой код на Assembler в Марсе, и вас немножко достает тот факт, что когда вы пишете все это в одном файле, все метки, которые вы там указываете, они видны отовсюду, локальных переменных нету, и в результате, если у вас много циклов, то такие типичные метки, как там repeat, do, next, end, приходится снабжать безмысленными префиксами, от какого места этот repeat. Поскольку в Марсе нету, и это вопрос, разговор о том, чего в Марсе нету, в Assembler в Марсе нету понятия локальная метка, потому что, ну, это не совсем простой понятия. Вы можете просто написать это в различных файлах. Неймспейсы по символам в различных файлах разные. Осталось только потом эти файлы все собрать в единый бинарник, и это не при помощи include, потому что если вы заинклюдите файл, то, разумеется, его метки будут видны наравне со всеми остальными. Значит, надо как-то написать код из нескольких кусочков, а потом его склеить. Со всей очевидностью один из этих кодов будет... Давайте я посмотрю, может, у меня пример есть или надо пальцем написать. Ну, давайте попробуем пальцем написать. В конце концов, не так это страшно. Вот тут вот мы говорим main, двоеточие, ну, естественно, точка текста. Да. Ну, что там, jump and link какую-то процедуру. Да, потом... Вот. Обратите внимание, если я сейчас попытаюсь это странслировать, у меня ничего не получится, потому что... дайте мы сюда зайдем. Ой, 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 что это было? Асм, да? Потому что вот эта метка не определена. Создаем другой файл, в котором мы определим эту метку. Ну, допустим, не знаю, там... Не знаю, вот так вот. Что там? Лод адрес доллара ноль. С. Ли доллар в ноль. Кто помнит, я не помню. Сейчас узнаем. Вывод строки. Сейчас найдем. ReadString 8, а в WriteString 4. 4. 4. Cisco. И этот самый GR долгого доллара. Вот. Что мы еще должны сделать? Давайте здесь поставим какую-нибудь лишнюю метку, ну, не знаю, бессмысленную. лобал лобал лайбл я хотел написать. Так, сохраним это. в мульт 1 какой-нибудь. В мульт 1 какой-нибудь. Вот. Ничего не изменилось. Да, если мы попытаемся это собрать, ничего не получится. Как эти два файла склеить в один, еще из соображений, чтобы, значит, ну, были видны некоторые метки, например, метка pros должна видна быть, а метка label нет. Кстати, мне кажется, я неправильно это сделал, надо каталог было сделать, сказать, собирать все в одном. Да, 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 вот, сейчас мы это сделаем. Извините. Так. Созданием каталог, в котором будут только эти файлы. Вот они. Можно их все оба открыть, это неважно. В файле, который у нас главный, должна быть метка main, и в настройках должна быть кнопочка... О! В настройках должна быть включена кнопочка начинать с метки main, если она есть. Это свойство... даже не знаю, чего, потому что у нас нет специальной директивы, которая указывает entry point. Да, условно говоря, свойство link, которое мы не видим. Просто при помещении этой программы в память и попытке ее запуска программ counter будет равен тому месту, куда попала метка main при сборке. В менее эмуляторах, чем Mars, это указывается специальной директивой и форматом того бинарного файла, который будет запускаться. У нас нет промежуточного представления, у нас сразу ассемблер попадает в память. Вот эта штука говорит нам, что выполнение программы начнется с того места, где стояла метка main. Вот. Но этого мало. Нам еще нужно, чтобы слово проц просочилось в нашу программу, поэтому здесь надо написать что-то типа global, по-моему, в любом месте. Global. Проц. Global. Это глобальная лейбл. Global label. Не global, а сокращенно global label. Вот. Теперь, несмотря на то, что у нас прос находится в другом файле, при попытке собрать бинарник, не бинарник, а программу из этих двух файлов, слово метка прос будет видна в любом из них. Трех, десяти, не важно. И, наконец, здесь на стройках надо включить, не забудьте потом это выключить, вот эту кнопочку. Собрать программу из всех файлов, найденных в текущем каталоге. Значит, итак, три вещи. Определить main. Включить этот main вот здесь. Его можно не выключать, эта настройка ничему не мешает. Во всех файлах разметить директивой global все метки, которые должны быть доступны повсюду, которые должны быть глобальными. Сложить все... четыре вещи. Сложить все это в каталог и включить кнопочку, которая называется Assemble all files in directory. Вот мне кажется, сейчас должно заработаться. О! Бинарник. Видите? Собрался из этого файла и из этого файла. Причем, я не вижу main. Вообще не вижу main. А, ему тоже надо сказать global, да? Спасибо. Да. Вот он. Давайте сделаем так, тогда его будет видно в этом самом. Вот. Обратите внимание. Причуды Марса. Если я нажму вот здесь вот собрать все, бинарник получится такой. Сначала будет идти код из мульт 0, а потом код из мульт 1. А если я нажму вот здесь собрать все, бинарник получится такой. Сначала будет идти код из мульт 1, а потом код из мульт 0. Тем не менее, обратите внимание на желтенькую полоску, entry point, это тот самый main глобальный, который определяется вот этой настройкой. Вот этой. Ну, собственно, все. Мне кажется, оно должно заработать. Написала hello. Вот. Это, если вы хотите написать достаточно большую программу, во-первых, каждый из этих кусочков можно отлаживать отдельно. Во-вторых, у вас больше свободы с именованием, да? Грубо говоря, циклы, всякие такие штуки. Вот. В-третьих, это можно сделать прямо отсюда, сказать Mars. Давайте почитаем help. Там надо еще какой-то волшебный параметр ему передавать, типа sh. Или sm. Смотрите, я даже помню. sm – это параметр, который говорит «начинать с мейна». Ну, вот мы и говорим Mars, sm. Дальше, значит, мульт 0. Дальше мульт 1. Собрал, выполнил. Да, если мы sm не скажем, может произойти неприятность. Например, если мы в обратном порядке все скажем, да? Кстати, может и не произойти. Произошла. А если sm скажем, то ему будет все равно. Заработало. Вот. Такие вот дела. Соответственно, если вы хотите это делать из командной строки совсем просто, если вы хотите делать это из графической части эмулятора, не забудьте включить вот эту нычку и положить все в отдельный каталог. Я забыл об этом рассказать, и, видимо, не подвернется случай. Поэтому я рассказываю прямо сейчас. Смотрите, среди регистров есть еще такой регистр, который называется GP, Global Pointer. Причем он по умолчанию даже чему-то равен. Что там типа тысячи восемь тысяч. Где-то в начале области памяти до данных он находится, этот Global Pointer. Я про него говорил на одной из лекций, что это такое типа место, куда операционная система чего-то такое кладет. Главное его назначение, Global Pointer, состоит в том, чтобы делать перемещаемый код. Когда ваша программа загружается в память, и вы не знаете, по каким статическим адресам лежат те данные, которые тоже загружены в память. Ну, например, разделяемая библиотека ваша. Она же может быть загружена в какое угодно место. То есть вы не можете внутри программы тупо написать loadWord и дальше адрес. Потому что этот адрес статический, и там может быть что угодно. Команды перехода, слава богу, все относительные. А вот команда работы с данными, loadWord и saveWord, они все абсолютные. Вот. В этом случае мы не можем вы вообще не пользуетесь непосредственной адресацией, когда вы говорите загрузить по такому-то адресу значение, а пользуетесь их исключительно косвенной адресацией относительно этого самого Global Pointer. Именно Global Pointer гарантируется вам системой, что он будет указывать на такое место, где точно есть нормальная, хорошая, годная память, от которой можно дальше ходить вверх и вниз. Ну, в основном вверх. мы его не используем почти никогда, потому что у нас однопроцессная система, однозадачная. Вот. Его можно использовать, например, для смешных вещей. А, я забыл сказать вот так. Для смешных вещей, например, если вы хотите посмотреть какой-нибудь эдакий адрес. Здесь, к сожалению, невозможно ввести руками адрес. Вот, там надо одну галочку поставить. Где? И адрес ввести? Да. Здесь невозможно. Невозможно. Поэтому мы что делаем? Мы вводим адрес вот сюда. Ну, скажем, не знаю. Сам адрес ввести можно, если галочку поставить. Какую галочку? Казалось бы, все. Я, значит, иду на поводу у Михаила, потому что вот это вы хотите сказать. Потому что это то, о чем мы сегодня тоже будем чуть-чуть говорить, кажется, а может, не будем. Но нет, адрес все равно нельзя ввести. Какое значение? Где? В каком месте его ввести? Вот я не вижу, где его вводить. Вот тут? Нет. Нет, нет, нельзя. Вот оно. Значение в любом случае можно поменять. Команд нельзя, но я сейчас не про это. Миш. Короче. Где это тут? Уберем это. Короче, значит, если вы хотите посмотреть какой-то адрес, область памяти, которую вот здесь вот отсутствует, то либо делайте вот так вот, нажимаете на эту кнопочку и добираетесь до нее. Либо выбирайте какой-нибудь регнистр, а тут их есть только два варианта. ГП и СП. Вот ГП как раз мы не используем вообще, по умолчанию он равен 1080, но если вы хотите какое-то другое место посмотреть, например, вот такое, да, говорите камень ГП, и вот вуаля, вы переходите по адресу 2008... что там, 2008 тысяч, ну то есть вот сюда. Это единственный способ, почему-то в Марсе нет удобного способа вот это окошечко позиционировать на нужный адрес. Но поскольку мы не используем ГП, это хороший способ. Я почему про это вспомнил? Дело в том, что в том большом курсе, который по 4 часа в неделю и 4 часа еще практики, в нем мы довольно долго не используем вот вывод и пишем задачи, которые пишут из памяти в память. И поскольку это два различных куска памяти, при отладке надо наблюдать, что происходит с этими кусками, и между ними переходить можно вот только так. Да, там это даже где-то документировано на модле. Окей, ГП, значит, Global Pointer, так называемый, используется для относительной адресации, потому что он в готовом виде приезжает от операционной системы, к вам при старте. Например, Frame Pointer не приезжает, а Global Pointer приезжает. Идем дальше, а то... Можем, можем, можем. В том числе и ГП можем передать, и еще чего-то можем передать. В смысле, данные. Ну, я не пользовался... Места, да. Ну, в общем... Да. Ну, в общем, это... Это уже какие-то глубокие штуки, которые я не хочу касаться, но это правда. Значит, в командной строке можно передавать какие-то данные, которые куда-то пойдут. Вот можно, например, регистр задать, данные задать. Поизучайте, если кому интересно. Вот. В том смысле, что мы, наверное, до этого не дойдем в отсутствии практики. Значит, чего нету... Чего нету в Марсе... Ох, не успеваю. Ну, ладно. Чего нету в Марсе? В Марсе нету... Никаких библиотек, макросов или подпрограмм. Вообще никаких. Сами все пишем. Ну, это скорее хорошо, чем плохо, потому что... Одна из моих претензий к изучению ассемблера под управлением операционной системы, это как раз она стоит в том, что слишком много библиотек и макроопределений, заранее готовых приписываться. Вы ими пользуетесь, вместо того, чтобы писать на жестком автокотике. Вообще говоря, макропроцессор в Марсе очень дохлый. Вот. У него нет условных операторов, у него нет... никакого языка задания. Вот. Ну, в общем, ненастоящего. Да. А, кстати, нам собираются как файлов с макроопределения макропределения, но у файлов в макропределение глоба? Нет. Значит, сборка файлов происходит следующим образом. Он сначала транслируется в бинарный код, и плюс в общей таблице имен залипает все, что вы переписали в глобу. И в таком виде это помещается в память. или в произвольной последовательности. Да, вот у вас получается несколько кусков кода одну секунду с секциями кода, с секциями данных. Потом эти куски кода склеиваются компоновщиком, как мы видели в нашем случае, как попало. Вот. И потом они выполняются опять же в нашем случае, ну, например, начиная с метки main. Да. Да, то же самое. То же самое, та же самая глобу. А на лейбл почему нет? Смотрите, любая метка это лейбл. Вот это то, чего мы не делали, потому что у нас не было всей предварительной части, связанной с модельными машинами. Если мы в нашем примере сейчас перенесем всех сюда нас одного или от другой, то... И я там сообщение. Да, 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 да. То нам нужно будет сделать... Ну, давайте сделаем, если вам хочется. Смотрите. Ну, в каком-то смысле, да. Вот это вы хотели перенести. Давайте, давайте. Тогда вот так вот. Да. Вот это удаляем. Это сохраняем. Это был open. Вот так, да? Все работает. Вот он ваш этот самый... Ну... Вот он. Хило. Прекрасный... Этот эндинус заданно-передный. Прямо слово хило. Что-то он два раза. А? Почему он два раза? А, потому что я не сохранил его. Он оттуда и отсюда. Вот теперь он один раз. Все. Хило. Вот. Так что, смотрите. Это вот некоторая ошибка, которая тоже связана с причудами ассемблера 586, в которой действительно меткой называется далеко не все. На самом деле метка это всего лишь нормальная замена адреса. То есть вот у нас семестр вот этот большой начинается с того, что мы программируем в машинных кодах, на модельных машинах и сталкиваемся с прекрасной образовательной как это когнитив дискомфорт, да, с дидактическим дискомфортом, который состоит в том, что вы вставляете одну инструкцию в вашу программу, написанную в машинных кодах, и у вас все адреса едут. Вот. И когда мы изобретаем такую штуку, как метка, то есть символическое обозначение адреса наступает, мелкое счастье, такое облегчение. Вот. Поэтому метка – это любое место, где мы отмечаем какой-то адрес памяти, а является он адресом секции кода и секции данных, это совершенно неважно на самом-то деле. Окей. Все-таки давайте я, а то я рискую не договорить сегодня даже то, что обещал. Значит, смотрите. Еще не хватает адресной арифметики. Какие-то, 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 какая-то операция сложения есть. Помните, когда мы пишем, о массе что-нибудь такое, там, вот здесь вот можно какой-то плюс написать. Во, видите? Вот. Но это очень примитивная адресная арифметика, никакого отношения к настоящей, вернее, отношения к настоящей адресной арифметике, просто такое, что получилось, то вычислили, а что не получилось, извините. А в больших ассемблерах там есть всякие, например, заранее заданные константы, вычисления по ходу, условные операции в зависимости от того, как эти вычисления по ходу. Короче, инструкции времени компиляции, переменной времени компиляции. всего этого в Марсе нет. Вот. Ну и всякие мел, ну нету условных операций, вот, с которыми очень помогли, например, для создания макросов, которые принимают памят разного типа. Ну мы, например, хотим написать макрос-принт, который может печатать и регистр, и память. И нет, не можем так сделать. в Марсе. А какая-нибудь условная проверка чего-нибудь, она нам помогла бы. Всего этого нету, но обратите внимание, что все эти интересные, все эти интересные штуки, которые улучшают программирование на ассемблере, предназначены, в общем-то, для программиста на ассемблере. Они никак нам не помогают изучать архитектуры ВМ. Это просто нужно для того, чтобы еще лучше писать программы на ассемблере. Все, мы наконец, я потратил очень много времени, мы наконец добрались до сегодняшней темы, я надеюсь, мы все успеем, тем более, что не все нужно рассказывать здесь присутствующей аудитории. Значит, относительно ввода-вывода. Ввод-вывод взаимодействия с внешними устройствами, они же называются периферийными, могут быть реализованы различными способами. Здесь идет экскурс в историю, в которой, значит, можно было рассказать про всякие канальные программы, про то, что у нас внешние устройства это тоже компьютеры со своей архитектурой, со своими программами, со своим всем. И к тому, к чему это приводит, что все становится бесконечно сложным, трудноуправляемым и так дальше. Тем не менее, от внешних устройств требуется, чтобы способ управления ими был унифицированным. Ну, иначе мы это просто не сможем впихнуть в систему командника. Вот. Внешние устройства бывают очень разные. Поэтому вот эта унификация должна быть на уровне, видимо, таком. Команды передаем, данные передаем. Команды появились самые... Данные получаем. Вот три операции, да? Заставить что-то сделать внешнее устройство, передать ему параметры, чтобы оно... Данные какие-то... И получить с него данные, да? И получить с того, это тоже данные. Это тоже данные. Просто бывают... Вот. Мы в следующий раз, как раз, когда будем говорить про прерывания, будем говорить о том, что получить данные... Еще есть ситуация... Я не хотел получить данные, а устройство, тем не менее, их прислало. Надо, короче, что-то делать с этим камнем. Вот. Ну, на самом деле, вот, да? Значит, заставить устройство что-то сделать, передать ему данные, наши данные, чтобы оно с ними что-то сделало, и получить от него какие-то данные. Довольно... Довольно логичный... Логичное решение... Да, кстати сказать, в архитектуре фон Неймана там работа с внешними устройствами прямо входит в систему команд. То есть там прямо есть команда для каждого внешнего устройства своя, что-нибудь с ним сделать. Вот. Так давно уже не делают. И первый уровень унификации состоял в том, что придумали специальные инструкции ввода-вывода in и out и некий упрощённый протокол взаимодействия с внешними устройствами. Для вывода мы используем инструкцию out и говорим, что вот по такому-то порту а порт это такой... такой номер... порт это такой номер внешнего устройства... Вернее так, номер дырочки, через которую мы можем поговорить с внешним устройством. Вот. Мы на такой-то порт записываем такое-то число и это будет означать, что внешнее устройство это число сожрёт и будет его воспринимать в зависимости от того, как само устройство устроено и сколько у него портов управления как команды или данные. Наиболее простой пример это последовательное управление. Мы выводим... У нас одно устройство сидит на одном единственном порту, мы сначала туда выводим команду и мы знаем, согласно протоколу обмена данными с этим устройством, что следующим байтом туда надо вывести данные. Господи, прости. Следующим байтом туда надо вывести данные. После того, как мы туда выводим данные, мы считаем, что мы вывели всё, что нужно на устройство, оно работает, делает то, что мы делаем. И то же самое с командой им. Мы говорим устройство дай мне, и это будет первое, то, что мы вводим в порт, какое-то значение. И потом мы ожидаем на этом же порту или на соседнем, например, который лежит рядом. Устройство два порта, порт управления, порт данных. Тоже очень частая ситуация. По одному мы фигачим команды, а по другому мы фигачим данные. И мы ожидаем, что операция из другого порта нам ведёт данные, даст данные. Чем удобен интерфейс с помощью in и out, с помощью портов? Внешнее устройство это устройство медленное. По сравнению со скоростью работы процессора и даже памяти это очень-очень медленное устройство. Соответственно, когда мы дёргаем это медленное устройство, мы дёргаем специальную команду, и вся вот эта машинерия внутри процессора должна знать, что эта специальная команда может быть очень медленной. Мы залипли на внешнем порте, в порту и ждём результата работы в внушительное время. Или наоборот, мы что-то такое сделали, но точно знаем, что после того, как мы, скажем, выполнили команду out, устройство на самом деле ещё далеко-далеко не заработало. Вот. Но в этом же и недостаток. Предположим, у нас out завершается только тогда, когда устройство действительно сожрало соответствующий байт. А вдруг он это делает в секунду. Получается, что мы целую секунду будем ждать результата работы этой команды. А если нет, если это получается асинхронно, если мы сделали out, то как нам проверить, что этот out на самом деле сработал. Непонятно. Вот. В принципе, такую синхронизацию надо делать с помощью прерывания, но об этом сегодня говорить не будем. Вот. Ещё один, пожалуй, главный недостаток состоит в том, что... А, да, значит, я забыл упомянуть, что какие именно байты, на какие именно порты мы выводим для того, чтобы устройством управлять, и какие именно байты из каких именно портов мы получаем, это всё абсолютно никак не специфицировано вообще, ну, в смысле, в целом. И зависит исключительно от того, как договорились производители устройства с производителем конкретного процесса. То есть номер порта и последовательность протокола управления устройством это свойства устройства и свойства архитекта. Вот. Так вот, ещё один, пожалуй, главный недостаток работы через порты ввода-вывода это ситуация, когда нам нужно запихать много данных в устройство. Много. Данных много, порт один, в нём байт, обычно они байтовые, и вот мы начинаем засовывать эти байты туда с бешеной скоростью. Мало того, что это само по себе муторно, это ещё и с точки зрения программной неудобно. вот у нас есть массив, мы этот массив индексируем, загружаем в регистр, делаем out, увеличиваем в регистр, бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому в какой-то момент стали использовать другую технологию, которая называется Memory Map Input Output. Хитрость, это очень простая штука, и хитрость её состоит в том, что вместо портов, для которых существуют специальные команды специальные команды у нас есть просто специальные места в памяти, в действительности ни на какую физическую память не отображённые, запись, в которых, в которые места в памяти приводят к управлению устройствами или передаче им данных, а чтение из которых приводит к считыванию данных из устройств. При этом работа по синхронизации становится слегка более сложной. Одно дело у нас Out как специальная команда или In как специальная команда, и совсем другое дело мы просто читаем из памяти. Как бы так сделать инструкцию чтения из памяти, чтобы она работала гораздо по-другому на уровне архитектуры процесса. Но с точки зрения программиста в общем без разницы. вот соответственно у нас даже была картинка, сейчас давайте найдём её красивую. Ну, можно здесь найти, например. В которой было обозначено место, которое отведено в Марсе, ну и в классическом МИПСе для вот она для Memory, Map, Input, Output. Нет, не здесь. Вот она. О! С самого верха начинается память устройств, так называемое, MMO. и занимает оно сколько это? 10 тысяч шестеричных. Да? Ну, короче, четверть памяти. Нет, не четверть. Что я несу? Не четверть. Ну, короче, вот-вот-вот-вот весь этот объём. Сколько его ни на есть. не слишком много. Наверное, когда обмен смешным устройством предполагает ещё большее количество памяти, лучше использовать обычную память и то, что называется Direct Memory Access. Не знаю, успеем ли мы про него поговорить, хотелось бы, но не сегодня уже. короче говоря, вот эти адреса от 4F, 4.0 и выше используются для непосредственного доступа к внешним устройствам путём обычных команд записи в памяти, чтения из памяти. Это гораздо удобнее, чем возиться с какими-то in-ами или out. Вот. Не то. Не то же не то. Где оно? Потерялся. Нож случайно закрыл, пока тут кашляет. Ну ладно. Сейчас, секунду. Давайте я тогда для экономии времени... А, у нас есть ещё время, я собрал. Очень хорошо, дальше не будем экономить время. ещё раз. В архитюрии MIPS не используется идеология портов, а используется идеология memory maps input output. Это гораздо проще в смысле управления, в смысле программирования. Вот. Вот эта вот память, которая лежит там в 4F400. Она ещё называется регистрами. Потому что в большинстве случаев простые устройства на самом деле не сильно отличаются работа с out'ами и работа с этим самым, работа с MMIO. Ну, есть там два адреса, которые приписаны нашему внешнему устройству. Грубо говоря, управляющий регистр и регистр данных. Мы что-то пыхаем в управляющий регистр, потом пыхаем что-то в регистр данных и ждём, что это всё произойдёт. Вот. На самом деле, как правильно тут говорил Михаил, помимо, значит, регистров данных как данных, есть ещё так называемые регистры статуса. Смотрите. Вот у нас есть внешнее устройство, оно медленное. Мы сказали, ну, например, терминал. Мы говорим, выведи символ. Символ кладём в регистр данных. Команду выведи символ кладём в регистр управляющий. И терминал начинает выводить символ. Он это делает в миллионы, ну, по крайней мере, даже в случае Марса в сотни раз, если не в тысячи раз, медленнее, чем выполняются все инструкции. И вообще говоря, следующий символ наше устройство будет способно выводить только после того, как выведет предыдущий. Для того, чтобы понять, что предыдущий символ уже выведен и устройство готово вводить следующий, как раз и нужен регистр статуса, в который мы должны периодически заглядывать на предмет того, не готово ли устройство. Устройство готово, окей, можно выводить следующий символ. Вот. Впрочем, в регистре статуса могут быть какие-то и другие данные для нас, означающие какую-то специфику работы внешнего устройства. Но вот флаг готовности это достаточно частый такой шаблон поведения. Вот. Как я уже говорил, в отличие от аута, где все, в общем, железно привязано, аут – это дергание специальных проводов, работающих с внешним устройством. когда мы говорим про Memory Muppet Input Output, у нас чуть сложнее картинка. Например, нам нужно для начала решить, какой из… если у нас, допустим, много процессов ная система, и каждый из процессов хочет что-то сделать с внешними устройствами, было бы неплохо решить вот это вот записи в память. Их вообще-то надо как-то еще и переупорядочить. Ну, в смысле, какие устройства работают раньше, какие позже. Вот. Впрочем, наверное, с аутома такая же фигня, не знаю. Да, дальше. Дальше понятное дело, что поскольку никакой реальной оперативной памяти с той стороны под этим адресным пространством нету, то вместо просто ходьбы к внешнему устройству под названием оперативная память, ну, вернее, к оперативной памяти, должен быть какой-то более сложный кусочек, конгломерат железа, который определяет адрес нашего внешнего устройства и, собственно, реальное железо управления устройством. Ну, какой-то интерфейс аппаратный. Вот. Вот, значит, процессор решает эту задачу. Дальше он смотрит. Вот у нас есть запись, допустим, байта в, или не байта, машинного слова, по адресу регистр управления устройством. Чего дальше-то? Дальше вот это слово надо распилить на кусочки, и на самом деле эти кусочки поедут в разные места. Допустим, часть битов уедет в подачу напряжения или еще во что-то, часть битов уедет, ну, короче, превратить наша последовательность битов в внутренние операции, которые будут, собственно, работать с внешним устройством. Вот. Ну и обратная ситуация, да, надо постоянно, постоянно подглядывать, ну или там, раз в такт, я не знаю, подглядывать внешнее устройство и, в зависимости от его состояния, что-то делать, скажем, с регистром статуса. Или с регистром данных, если туда приехали данные. Все это делает за вас процессор в то время, как работает. Да. Достаточно часто тут подсказывает Михаил, да, значит, вот, достаточно часто, чтобы в любой момент времени программа точно знала, что данные уже есть или их еще нет. И это такое устройство взаимодействия с внешними устройствами, извините за тавтологию, наводит нас на мысль, что можно построить алгоритмически это взаимодействие так. мы, значит, что-то делаем с нашим устройством, говорим, мы его включили, мы тебя включили, мы с тобой сейчас будем работать, давай работай, давай вводи, или выводи, не знаю. Дальше мы проверяем статус готовности. Если устройство готово, мы выполняем операцию ввода-вывода, которую хотели, и на этом, собственно, взаимодействие с устройством временно прекращено. Если устройство не готово, мы попадаем в странное место, в котором написано буквально следующее. Мы хотели что-то вывести или ввести, а устройство не готово, надо подождать. Можно, конечно, попробовать это ожидание сделать осмысленным, но в этом месте этой программы написано «Я хочу вывести символ». Так что, как правило, в том, что мы будем с вами делать, в этом месте будет бессмысленное ожидание. Готовность. Вот. Ну и, наконец, после того, как операция ввода-вывода выполнена, мы говорим «Все устройство, спасибо, до свидания, все». Полин. А, вот я как раз, тут как раз это и написано, что бессмысленное ожидание можно заменить на осмысленное, но не очень понятно, какое. Ну, например, мы хотим подождать, ну, не знаю, там, одну миллисекунду, и через миллисекунду снова опросить наше устройство, продолжит Полинг. Значит, нам нужно вот это осмысленное ожидание делать в течение миллисекунды, а потом нет. Ну, в общем, странное такое. Скорее всего, этот цикл будет пустой. в качестве примера такого немножко крышесносного внешнего устройства мы рассмотрим вот такую фигуренку. Сейчас я ее покажу. Вот она. Вот. Которая является типичным таким воображаемым устройством ввода-вывода. Ну, в том смысле, что это просто джавное окошко, да? Вот. Устройство ввода-вывода довольно типичным. В чем оно типично, сейчас мы узнаем. Значит, у него есть две... Да, как всякое внешнее устройство, оно должно быть... Давайте мы позакрываем тут все. Как всякое внешнее устройство, оно должно быть сначала подключено к нашему железу, и только потом с ним можно будет работать. Вот. Сейчас я это покажу. Вот это у нас панель вывода. Тут 16 лампочек, 7 этих палочек, одна точечка. И тут 7 палочек, одна точечка. 16 лампочек, которые можно зажигать. А здесь сколько, 20 кнопочек, 16. 16 кнопочек, которые можно нажимать. Это панель ввода. Вот. Что касается панели вывода, то там все просто. Вот, значит, да, у этой панели есть, у этого устройства есть 5 регистров по адресам, соответственно, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, 4F, 0, 0, 10. 11, 12, 13, 14. Один управляющий регистр. Два. Один. Два регистра данных для управления картинкой. А, вот управляющий регистр, да. Два управляющих регистра. Этот управляет собственной командой, а этот позволяет работать с прерываниями, о которых мы говорим потом. И один регистр данных для получения результата. Вот. Так вот, что касается управления, управления выводом, то тут все довольно просто. Вот. Ну, давайте прям напишем что-нибудь типа. во что там? Ну, не знаю. Дон-то 0. Сейчас. Там. Кажется так. Да? Да. О. А, ну да. Значит, смотрите. Какая хитрость. Я здесь вызвал, помните команду Louis? Load unsigned upper immediately. Мы забили верхнюю половину адреса вот этим ff. Вот. А потом я буду просто смещение от него указывать. Ну вот. Допустим, мы там, не знаю, ну, допустим, не знаю, там, t1 0xff. Это был, о, да, 0xff. Значит, теперь мы должны сказать story word, наверное, да? Давайте посмотрим, word это или не word. Byte это. Byte это. Видите, регистры байтовые. Ну, хорошо, byte, значит, byte. Story byte. byte t1 по адресу 10 от t0. Ну, потому что у нас вот эти регистры управления как раз были вот... Вот. Ага, спасибо. Значит, 0x10. Спасибо. А то получится не туда. Вот. Давайте мы его сохраним. Назовем его... Только не сюда. Назовем его DigitLab какой-нибудь. И давайте просто его посмотрим. А, надо было подключить. Сейчас. Подключаем его к нашей железу. О! Это все единички прописаны в этом месте. Ну, соответственно, если мы тут напишем какое-то другое число, ну, допустим, не знаю, а3, вот, то картинка будет другая. Обратите внимание, что некоторые неудобства из серии «Такова жизнь» налицо. Было бы, конечно, очень удобно, чтобы это устройство нам рисовало бы цифры от единиц там до... Ну, короче, мы пишем туда А, нам выводят букву А, пишем туда 3, нам выводят цифру 3. Но нет. Оно выводит вот такое. Побитно. Вот. Соответственно, следующий регистр, 11-й, это вывод вот сюда, вот в соседнее окошко. А вот что касается ввода, со вводом начинается настоящий реал-лайф. В том смысле, что в действительности устройство, устройство железа, которое подсоединено к вашему компьютеру, далеко не всегда спроектировано удобно для вас. Оно спроектировано удобно для тех людей, которые в нем провода раскладывают. Поэтому. Сейчас я попробую найти. Да. поэтому устройство ввода устроено следующим образом. Вы не можете нажать клавишу и получить номер клавиши, потому что провода так не устроены. Провода же как устроены? Вот они, тут контактики, тут контактики. Соответственно, вы что-то замыкаете, нажимаете, какой-то контактик замыкается. Вот. Поэтому опрос устройства ввода выглядит следующим образом. Вы должны сначала задать, какую строчку из этих четырех вы собираетесь проверить, потом проверить, и вам вернется не номер клавиши, а просто бит нажатой клавиши. Нулевой бит, первый бит, второй бит, или третий. Соответственно, если нажали на другой ряд, то вам ничего не вернется, надо опрашивать все четыре ряда по очереди. Вот. Такая вот незадача. Почему так? Потому что внешние устройства так делают. Так просто проще его было, вот если бы это устройство было в реальной жизни, так его проще было бы спаять. Да, чего? Дело не в том, что проще. Дело в том, что так оно получается надежнее и дешевле. Ну, хорошо. Заменим слово. Здесь четыре провода, четыре, четыре, шестнадцать провода. Ну да. А в случае, если надо было бы номер возвращать, там и проводов больше, еще и микросхема туда нужно было вставить. А тут даже микросхема не нужна. Мы просто выставляем напряжение на одном проводе, а потом смотрим, был ли контакт. Выставляем на другом, потом смотрим, был ли контакт. Вот. Поскольку их шестнадцать, мы не можем одним байтом обойтись. Ну, значит, и не будем. Давайте будем обходиться блоками по четыре бит. Вот. Такие дела. Значит, соответственно, вот тут есть пример программы, я, наверное, его пропущу, или мы его глазками только, не буду его компилировать. Попробуйте сами дома. Вот. Пример программы, которая перекладывает с клавиатуры на окошко. Вот. И вот смотрите. Вот мы ходим к двенадцатому регистру от этого устройства на предмет того... туда, да? Мы записываем в двенадцатый регистр управляющий. Просканируем мне, пожалуйста, ряд номер один. И он его сканирует. Забираем результат. Дальше. Записываем. Просканируем мне, пожалуйста, ряд номер два. Обратите внимание, это первый бит, это второй бит, это третий бит, да? В смысле, это нулевой бит, это первый бит, это второй бит. Да? Это не номер ряда, а мы просто бит выставляем, какой из... на каком из проводков подавать электричество. Да? Первый ряд. Записываем. Считываем результат. Складываем. Второй ряд. Записываем. Считываем. Третий ряд. Получили какую-то ерунду, дальше эти биты раскатываются, ну и дальше мы что-то делаем направо, с левым окошком. То есть, смотрите, вот опрос, да, этих наших шестнадцати проводов, собственно, прям по-про-про-водному происходил. Вот. Мы говорим, в первом ряду, в смысле, в нулевом ряду, в первом, во втором и в третьем. И получаем соответствующий бит. Такие дела. Я специально не стал показывать, как работать с этой штукой, потому что она немножко зануда и не вполне наглядная. Да, вот. Довольно наглядно. Да. Дополнительно. Вот эта штука, которая отображает информацию, называется семисегментный индикатор. Семисегментный индикатор. Тут еще восьмой есть сегмент точечка. Просто так называется. Нет, это реальный прибор, который... Да. Да, ну, это вполне реальный прибор, который существует в жизни. Более того, он примерно так и управляется. Семисегментный индикатор, но изобилизированный индикатор. Да, это понятно. Вот. Так вот, я специально об этом рассказываю бегом, чтобы успеть рассказать о гораздо более веселом внешнем устройстве, которое есть в Марсе. Оно называется графический дисплей. Вот. Опять-таки, да, значит, графический дисплей это железяка, которую тоже надо присоединить к Марсу. И которая отображается сразу на кусок из вот этой памяти от 4F в 4.0 как массив пикселей. Вот. Ну, давайте мы ее попробуем здесь мы это все закроем. Здесь мы это все закроем, это мы тоже, наверное, закроем. И что-нибудь новое откроем. Как массив пикселей. Выглядит это вот так. Обратите внимание, что у него есть всякие настройки. Например, ширина экрана и высота экрана настраиваются, к сожалению, непрограммно. Вы не можете скомандовать из программы Марсу, какой у тебя размер. Это параметры вашего устройства. Давайте оставим как есть для простоты. Еще обратите внимание, что по умолчанию я не знаю, кто это придумал, но по умолчанию у него адрес привязан почему-то к вашей обычной памяти. Ну, так делать не надо, конечно. Надо делать вот так. Ну, чисто из соображений учебных было бы хорошо. Можно превратить картинку в описание сикоза, положить ее в руках руками? да. Ну, короче, это просто человек, который разрабатывал, он, как бы, видимо, был студент или что-то такое. вот. На самом деле, конечно, правильно ее привязывать к началу memory map. Обратите внимание на то, что если вы привязываете прямо к началу memory map, то у вас, например, клавиатура, которая с этой штукой пересекается внезапно. Какая неприятность. вот. Ну, естественно, ее надо подключить к maps. Давайте что-нибудь. Да, значит, представление данных, если не ошибаюсь, там машинное слово отвечает за один пиксель. Могу ошибаться. Давайте почитаем. Да. Машинное слово отвечает за один пиксель. 32-битов достаточно для того, чтобы там 24-битное представление цвета в формате RGB. Классическое совершенно. Соответственно, вот давайте мы прям напишем какую-нибудь программочку, которая прям туда шлепает на этот графический дисплей. Шлепает данные. Вот, допустим, 0.0, наверное. $T0. Сколько мы решили? 4F4.0? Да. Ну, что там? Ну, естественно, 0x. Store of World $T1. $T0. Обратите внимание, что это будет левый верхний угол, как полагается. Вся память идет слева направо, и когда вот здесь заканчивается, продолжается дальше. То есть, вот, ну, сейчас мы все увидимся. Теперь давайте, у нас какая высота? Пускай будет вот так. А, да, значит, еще одна неприятная особенность, а может быть приятная, не знаю, как правильно сказать. Здесь все параметры указываются в пикселях. Если здесь пиксель единичной величины, ну, давайте сейчас мы это напишем. $T0. У нас ширина какая? 512. 513. и Sv $T1 Sv я сказал, Sv $T1 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 А, слушайте, а я могу так не делать, я могу вот так написать. Да? Ох. Уй, и вот тут начинается. А сколько мы должны прибавить, чтобы перейти на следующую строчку? У нас ширина 512. Да? Значит, 512 умножить на 4. Потому что 4 машинное слово у нас. Значит, здесь 2048. Ну, давайте попробуем. Как он называется? Bitmap Display. Бумс. Что случилось? У нас случилось исключение. Что я сделал не так? Ну, давай еще разок. Вот здесь. В смысле, B data который? А давайте вот что сделаем. Давайте мы запустим его. И прочитаем, какое исключение. Exception 4. Что такое Exception 4? Ой, мамочки, мировые мои. Вредная эта нычка. Тут я смотрю, у меня тут много кови. Вот. Ой, нет. А, но зато мы можем прочесть его. Адрес out of range. Понятно? Все наоборот. Да нет. Слушайте, а что? Понял. Это надо вот... Вот так мы будем писать. Спасибо. Конечно. Вот вы не видите, а вот тут вот левый угол белый. Вы не видите, а тут сейчас будет два этих самых угла белых. Проблема стоит в том, что вы не видите. Но мы сейчас это исправим. Правда, с этим исправлением будет связана одна неприятность, которую я как раз хотел вам объяснить, прежде чем мы расстанемся. Мы можем здесь, например, написать, что размер у нас одного растровой точки на нашем устройстве 8 на 8. Тогда это будет довольно большой квадратик, вы его увидите. Проблема стоит в том, что вот это устройство конкретно, вот эти настройки, которые мы видим, они в пикселях. Соответственно, как только мы здесь пишем 8 на 8, у нас вот здесь размер нашего экрана в растровых точках уменьшается в 64 раза. Соответственно, здесь надо домножать уже не на 2048, а поделить это все на 8. Сколько это будет? 256? Вот. не получилось. А, connect to MIPS, еще бы оно получилось. О! О! Ну вот. Соответственно, если здесь написать, например, не 256, а 260, то у нас будет начало некоторые диагональки. Ну, понятно, 260 это 256 плюс 4, да, следующее машинное слово. Да, почему плюс 8? Плюс 4, Почему плюс 8? 4 байта. А, ну, чтобы диагональка была, то плюс 8, да? Ну, 256 плюс 4, плюс 4. По-моему, да. Сейчас, секундочку, я третью, вот я тоже сижу в уме, вычисляю. 512 плюс 4 плюс 4. 500 16, 520. Мне кажется, вот так должно быть. Да. It works. Ну, понятно, что-то можно сделать в цикле, как все нормальные люди делают, а не руками. Да. Теперь вопрос. Я уже просто ответил. Вот. Еще раз. Память. Вот эта вот, которая начинается прямо с начала мапа, эта память просто идет подряд. Да? Занимает сколько-то места. Фактически, вот эта вот строчка идет сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда, а потом продолжается отсюда-сюда и дальше. Собственно, так устроена практически любая растровая память, если мы напрямую ее мапим. Вот. Если она, да, не состоит из плоскостей цветовых, Господи, прости их, вот, и их разработчиков тоже. Соответственно, вы можете настроить эту штуку как хотите, по своему вкусу, это уже такое дело. Вот. В чем недостаток? Да, с этой штукой очень можно играться по-всякому. Вот. Некоторый недостаток состоит в том, что если мы ее мапим на ММИО, то мы тем самым загораживаем все регистры. Вот. Если мы мапим куда-нибудь другое место, то мы начинаем бороться с памятью. Наверное, ее можно куда-нибудь под ГП замапить, вот сюда прям. И она никому не будет мешать, если будет маленькая. Вот. 4 мегабайтов. Ну вот смотрите, давайте, вот допустим, допустим, не знаю там. И вот так. Это, кстати, не влезет на экран, на тот, который у нас. Вот это 4 мегабайта. Это максимум. Соответственно, если у вас точечки побольше, ну, короче, вот, да. Люди игры пишут. Змейку я видел. Еще что-то видел. Вот. Собственно, вот эти два устройства мы на сегодня пока ими ограничимся. Мы еще поговорим про другие устройства, про консольку. Но мы про консольку будем уже говорить, когда будем говорить про 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 прерывания. Давайте. я знаю, я знаю, свою патру. Зачем? Мы делаем две страницы и меняем. Вау. К сожалению, нельзя сделать программное. Здесь нельзя. Мы не можем бейс переключить, походу. Это можно сделать, только нажимая кнопочку, к сожалению. А так идеи очень хорошие. сделать. Ой, какая пейдж флиппинг. Надо запрограммировать. Честно. Надо запрограммировать, правда. Давайте я покажу примерчик и на этом мы разойдемся. И еще один дополнительный регистр. Да, есть. А, ну регистры это уже. Вот. Значит, примерчик. Типичные звездные немы, которые пользуются системным вызовом 42. Как вы думаете, почему 42? Потому что это ответ на любой вопрос. Вот. А именно случайные числа. Вот. Куда он? Видите, по умолчанию мапится вот сюда. Сейчас мы тогда его закроем. Где же он тут? Bitmap Display. Вот это все значение по умолчанию. Да? Коннексим к Маршу. Сохранить его. Назовем его... Не знаю. Как-то так. Случайно заполняет цветами. Это, конечно, уже не совсем звездное небо, а скорее порошок какой-то. Ой, а у нас еще и... Ну, в общем, вы поняли. Вот. Простейший код совершенно. Вот. Мы пользуемся тем, что растровая память идет подряд, поэтому вместо того, чтобы какие-то иксы и игреки генерировать, мы генерим одно случайное число в диапазоне от начала до конца. То же самое. Мы не генерируем какой-то конкретный цвет. Мы генерируем одно случайное число в диапазоне от... Чего там? Вот. От нуля до FFFFFFFF. После чего это число записываем в случайное место. Все. Вот. Значит, я не знаю, что сделать с домашним заданием. Я пока не придумал. Домашнее задание на вот эту фигню интересно сделать, но непонятно, как сдавать ее джанью. от слова совсем. С другой стороны, можно сделать домашнее задание, которое рисует на вот этой памяти то, что нужно. А потом ее дампят на стандартный вывод. Конкретную картинку рисует. Ну, не знаю, там, квадратики нужными цветами. Вот. А дома вы к этой памяти примапите красивый этот самый битмап-дисплейчик, и будете наблюдать это все еще и глазками. А и джавр проверит ваш дамп. Ну, как-то так, наверное, можно сделать. Вот. Вопросы? Вопросов нету. Сегодня было довольно простое занятие, и я надеюсь, что мы немножко развлечемся, выполняя домашние задания. Если вопросов нету, тогда всем спасибо. В следующий раз мы поговорим про прерывание, я обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...